В память о Кларке. Архетипист. Автор Колден Гардес. Перевод Ногут. Глава шестнадцатая. Дискорд найдёт меня, где бы я ни находилась. Место встречи мы не оговаривали, и ждать его в замке мне особо не хотелось. Поэтому, проснувшись следующим утром, выполнив рутинные утренние процедуры и рассказав Старлайт о моей встрече с Флаттершай, за исключением некоторых подробностей, я надела повязку, очки и шляпу и отправилась в понивильский Старбакс. Несмотря на всё происходящее в понивилле, в кафе не было отбоя от посетителей. Бариста, пурпурная земная пони с модной дерзкой прической, о которой я могла только мечтать, казалась застойкой, как у себя дома. Может быть, она грезила о том, чтобы продавать кофе и при этом круто выглядеть. Занимательное причудо. Хотя, кто я такая, чтобы судить? Странными сны были у всех. Я выбрала местечко на веранде. Над каждым из столиков там возвышался большой зонт. Я опустила свой, позволив лучам Селестии омывать меня, подобно дождю. Яркий свет проникал через все защитные слои на моих глазах и слепил меня, но я не обращала на это внимания. Видеть мне сейчас не требовалось. Я почти допила своё первое латте и подумывала заказать ещё одно, как вдруг пространство напротив меня негромко схлопнулось. Пони за соседними столиками удивлённо ахнули и принялись переговариваться. «Дискорд». Я поставила чашку на стол и повернула её так, чтобы логотип с морской пони был перпендикулярно нам. «У тебя неприятности». «Вот обязательно говорить это так», скрестив лапы, нахмурился он. «Ты точно уверена, что должна быть библиотекарем и не строгой училкой? Задатки для этого у тебя просто отличные». «Я не очень хороша с жеребятами». «Не прибедняйся, жеребята хороши с чем угодно, особенно если добавить щепотку корицы». Поковырявшись когтем в зубах, Дискорд что-то вытащил оттуда и щелчком выбросил. «Ну да неважно, Флаттершай говорила, что мне просто кровь из носу надо отыскать тебя. Что ж, вот он я, отыскал». Я воззрилась на Драконекова. Видеть его в привычном смысле этого слова я не могла, мешали повязка и тёмные линзы. Вместо этого я с кристальной ясностью ощутила его фигуру вплоть до единой перекошенной чешуйки и спутанной волосинки. Я вдохнула через нос и уловила его запах, звёздного света и лакрицы, и пота. А ещё страха. Осознание этого потрясло меня до глубины души. Он чего-то боялся, и причиной этому была не я. «Ну?» – нетерпеливо протянул он. Видимо, я пярялась так долго, что даже ему стало неуютно. «Язык проглотило, что ли? И, кстати, в моём случае это не просто выражение, так что лучше начинай что-нибудь говорить да поживее». Я сглотнула. К счастью, только слюну. Пока. «Ты боишься?» Он вздрогнул. Я ощутила это через стол. От заполнившего рот резкого лимонного привкуса мне ничуть не стошнило. Мы оба отпрянули от стола. Дискорд оправился первым. «Я? Боюсь? Ты... ты умом-то особо не блещешь на самом деле, да, Спарки? Воображаешь себе подобные глупости?» «Но ведь я права, так?» Трясущимися копытами я подняла латте и сделала глоток, чтобы смыть послевкусие его шока. «Что ты сделал, Дискорд? Что ты с нами сделал?» Губы Драконеква растянулись в кошмарном москале, обнажив ряды острых драконьих зубов. С каждой секунды их становилось все больше и больше, пока его рот не переполнился ими настолько, что они как слюни начали падать на стол со звонким стуком. Затем его жуткие челюсти захлопнулись, и лишние зубы исчезли, оставив после себя только царапины на дереве. Дискорд навис надо мной, целиком поглотив своей тенью, и прошипел. «Я... бог, маленькая пони. Я не боюсь ни тебя, ни Селестии с Луной, ни дурацких разноцветных камешков, с которыми носишься ты и твои подружки. Даже после того, как вы все давно обратитесь в прах, и от гармонии останутся дурные воспоминания, вселенная по-прежнему будет полна хаоса, потому что хаос – это ее нормальное состояние. Чего, по-твоему, я могу бояться?» «Уж точно не наших наказаний. Да, мы можем обратить его в камень, но раньше он уже освобождался, освободиться и снова. И навредить ему каким-то другим способом мы не можем. Я видела, как его разрезали пополам, расплавляли, растирали в пыль, съедали, раздавливали, и каждый раз он, смеясь, возвращался. В отличие от других разумных существ, с которыми мне давалось общаться, его сущность не заключена в его теле. Он представлял собой идею, а идеям навредить невозможно. Чего может бояться такое создание? Я ломала голову, усидев его тени. Пони за соседними столиками давно сбежали, оставив Старбакс пустым впервые с самого момента открытия кафе. Похоже, никому не хотелось наблюдать с первых рядов за битвой между Аликорном и Богом. Дискорд был так близко, что я слышал о его дыхании и бег крови, или какая там жидкость у Дарконеквов, в его жилах. Да чего же странно, неожиданно поняла я, что существо, которому совершенно не нужно смертное тело, потрудилось сымитировать его настолько точно. Возможно, он не так уж и сильно отличается от нас, как мне казалось. Возможно, его страхи не отличаются от моих. Ты боишься потерять нас? Я не думала, просто высказала первое, что пришло в голову. У тебя наконец-то появилась подруга, и теперь ты теряешь ее. Она превращается в нечто более тебе незнакомое, и это тебя пугает, верно? Тишина. Слышалась лишь его дыхание и тихая песня солнца. Я видела его даже сквозь нависшее надо мной тело Дарконеква. Видела, как оно светит прямо сквозь его череп. На время я отвлеклась на солнце, оставив Дискорда раздумывать над ответом. И, наконец... Я не хотел всего этого. Я лишь хотел сделать ваши сны интереснее. И все. Разве это плохо? Ну, что именно ты сделал? Я наклонилась вперед. Первый раз у тебя не получилось. Что ты сделал во второй раз? Архетипы Спарки. Скучные истории, о которых вы по ней продолжали грезить. Нужен был лишь небольшой толчок, чтобы вам стало сниться что-то совершенно другое. Поэтому я избавил вас от них. И все. Вам должно было сниться нечто новое, захватывающее и пугающее, чтобы на следующий день вы просыпались, довольные до соплей, что я сделал ваши унылые жизни чуточку интереснее. Вы не должны были стать такими. Он щелкнул когтем по моим очкам. Я отдернулась. Больно не было, просто солнце на миг проникло под линзы и обожгло мои глаза даже через повязку. Восхитительное ощущение. А ты можешь превратить нас обратно? Вернуть все, как было раньше? Спросила я. Он поморщился, мне в нос ударила вонь серы. Мои силы так не работают, Спарки. Я не могу приводить все в порядок. Попытайся я провернуть такое, наверняка исчезну полностью. Мне нужна помощь. Помощь. Элементы гармонии? Даже простое упоминание, будто причиняло ему боль. Он вжался в спинку стула. Никогда не думал, что скажу это, но да. Они созданы как раз для того, чтобы создавать порядок и насаждать гармонию. Если что и способны исправить этот бардак, то только они. Совсем не этого я ожидала от нашего разговора. Я хотела, чтобы он щелкнул когтями, как тогда в библиотеке, и все само собой вернулось бы на свои места. Просто хлопок дыма или, может, вспышка света, и все мои друзья стали бы такими, как прежде. Эпплджек с улыбкой ежедневно продает яблоки, флаттершайя робкая, тихая и добрая, старлайт раскаивающаяся и всегда готовая помочь. Я бы даже смирилась с Трикси, если бы это входило в уговор. Порой, в довесок хорошему, нужно уметь принимать и нечто плохое. Но раз уж Дискорд не в силах сделать все в одиночку, тогда я помогу ему. Мы ему поможем. А если мои друзья откажутся, что ж, иногда ради достижения гармонии не обойтись без некоторых усилий. Нам всем придется с чем-то расстаться. Я возрелась на солнце. «Приходи в замок вечером», – проговорила я. «Мы все исправим». Он ссутулился, размякнув, словно пудинг, оставленный на солнце. Его облегчение село на моем языке терпкой сладостью. Прогресс. Один кусочек головоломки. А другие были почти у меня в копытах. Я потянулась к солнцу магией. Его и так уже ослепляющая яркость усилилась многократно. Она сожгла меня, содрала кожу, разорвала на куски. После чего восхитительная тьма перенесла меня в другое место. Мои мысли переместили меня в бутик Рерити. Я появилась в ее выставочном зале во вспышке телепортации и потратила несколько мгновений, чтобы сориентироваться. Задернутые шторы окутывали помещение тенями, что пахли хлопком и жасмином. Несмотря на летнюю жару, дома у Рерити никогда не воняло потом. Как она это делала, оставалась для меня загадкой и по сей день. Быть может, она просто часто принимала холодный душ. Меня окружали десятки новых проектов, настоящих шедевров из чешуи, висевших на плечиках или надетых на паникены на вращающихся подиумах. Туники, шляпы, седла, платья – все созданные словно вовсе без использования ниток, от чего создавалось впечатление, будто они были выращены, нежели сшиты. Их украшали переливчатые чешуйки, наполнявшие комнату множеством крохотных отражений. Я с восхищением глядела на наряды, пораженная, как и в прошлый раз, что такую прелесть создала обычная неуклюжая смертная пони. «Здесь кто-то есть?» – послышался голос Рерити из глубин бутика. Выставочный зал от того места отделяла простая тканевая занавеска, по границам которой танцевали с полохи света. «Только я». Приблизившись, я отодвинула занавеску и очутилась в мастерской Рерити, где, собственно, и происходил процесс шитья. Разумеется, здесь было намного светлее, чем в зале, так что мне пришлось прикрыть завязанные глаза крылом. «Прости, что без приглашения. Я говорила с Дискордом и…» Тут я замолчала, наконец увидев ее. Рерити зависла над одним из столов. На ее рабочем месте лежали рулоны ткани, ножницы, мерные ленты, подушечки для булавок, десятки различных карандашей и сотни других инструментов партняжного искусства, назначения которых я даже не пыталась угадать. Однако ничего из этого меня не интересовало. Я подняла взгляд кверху, где находилась моя подруга. Всю комнату занимала гигантская паутина, центр которой располагался над столом. Шелковые нити размером не толще волоска из моего хвоста были сплетены в легкие крученые веревки, искрящиеся на свету, подобно алмазам. Их кончики крепились к каждой поверхности помещения. А посреди всего этого хозяйствовала Рерити, чьи восемь длинных, тонких ног, заканчивающихся изогнутыми когтями, без труда позволяли ей цепляться за паутину. Когда я вошла, она повернулась ко мне. Ее прекрасная аметистовая грива вуалью закрывала половину лица и россыпь фасеточных глаз. «Здравствуй, дорогая», – улыбнулась она. По крайней мере, рот у нее не изменился. Клыков, точнее, херицер, не было. «Прости, что пристаю в таком виде. Я почти закончила с заказом Трикси». Я глядела на нее. Кажется, в какой-то момент я начала плакать. Повязка высушивала мои слезы, едва они успевали появиться. «Не бабочка», – пробормотала я. «Что, прости?» Вытянув ноги, она зацепилась за длинные нити и чуть пододвинулась ко мне. «Ничего», – сглотнула я. «Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?» «О, просто замечательно!» Она прямо светилась неподдельным счастьем. «Знаю, выгляжу я пугающе, но с модой и такое порой случается. И, на мой взгляд, очень скоро пони начнут ценить столь смелые решения. Да ну хватит обо мне. Как ты? Глаза все еще беспокоят?» «Нет, просто немного чувствительные». Я пробиралась по комнате со всей осторожностью, пригибаясь под шелковыми веревками и висящими полотнами паутины. Мой рок зацепился за одну из веревок и разорвал ее, послав вибрации по всему помещению. Рэрити с легкостью переставила ноги, телом не сдвинувшись ни на миллиметр. «Говоришь, видела Дискорда?» Она опустила одну из своих длинных ног, взяла со стола ножницы и принялась отрезать ткань от рулона темно-синего шелка, магии складывая ее в стороне, чтобы использовать позже. «Ты добилась от него чего хотела?» «Да, он поможет нам все исправить. Мы вернем все, как было раньше». Рэрити застыла. «Исправить? Дорогая, но ведь ничего не сломано». «Нет, сломано все». Разгорячившись, я распахнула крылья, зацепившись кончиками перьев за паутину. Я попыталась их высвободить, но от резкого движения они лишь сильнее запутывались. Не успела я опомниться, как мои крылья полностью увязли в паутине. Перед глазами промелькнул образ мухи, попавшей в сети паука. Я отчаянно пыталась выпутаться, одолеваемая паникой, что изгнала все мысли о дружбе и понимании и заменила их слепым страхом. Моего плеча коснулся твердый хитиновый коготь, и я закричала. «Шш! Шш!» Рэрити прижала щекой к моей гриве. Ее запах, хлопка и жасмина, никак не изменившийся, окутывал меня, успокаивая. Я закрыла глаза и постаралась сосредоточиться на дыхании. Ноги Рэрити аккуратно трогали мои крылья, очищая от паутины и приводя перья в порядок. «Ну вот, намного лучше. Ты у нас сегодня малость на нервах, да?» Мое тело до сих пор вздрагивало с каждым биением рвущегося из груди сердца. Воздуха в легких хватало лишь на несколько слов. «Сломано все, Рэрити. Я единственная пони, кто это понимает. Дискорд тоже понимает, но не может справиться с этим в одиночку». «Пони меняются, Твайлайт». Рэрити погладила мою гриву хитиновой конечностью, после чего вернулась на паутину. Я заметила, что на ее нижнем животе вместо молочных желез располагались пара острых паутиных бородавок. Она двумя ногами осторожно вытянула оттуда тонкие шелковые нити и, сплетя их воедино, начала наматывать на катушку. «Пони меняются», — вновь проговорила Рэрити. «Мы растем, учимся и в конце концов становимся теми, кто мы есть. Так ли это плохо, что Дискорд помог нам, помог измениться чуточку сильнее и стать чуточку ближе к тому, кем мы хотим быть?» «Есть изменения, а есть хаос. Ты слышала, что натворила Эпплджек?» «Весь город об этом слышал». Когти Рэрити не останавливались ни на секунду, сплетая сверкающую подобно цепочке из самоцветов нити и наматывая ее на катушку. «Собираешься ее арестовывать?» «Ну, возможно, и следует. Умышленный поджог еще считается преступлением, или как?» «А сколько домов уничтожила ты? Ты разве не в дереве жила?» «Это...» Мне пришлось прерваться. Вспышка гнева залила алым мою шею и расцвела на щеках. «Это был Тирек, а не я! Я пыталась спасти мир, спасти вас всех! Это он уничтожил мое дерево!» «Да, неуместное сравнение. Прости, пожалуйста, я не хотела тебя расстроить». Рэрити потянулась и погладила меня когтем по щеке. «Но подумай, что чувствовала Эпплджек. Возможно, она полагала, будто сжигает собственную тюрьму. А вот ее семья так не считала!» Буркнула я и отошла за пределы досягаемости паучьих лап. Разумеется, вся комната теперь была логовом Рэрити. В безопасности я оставалась лишь до тех пор, пока она не надумает. Я почти закончила эту мысль. На короткое мгновение я почти поверила, что одна из моих лучших подруг, одна из тех немногих понят в целом свете, с которыми я могла делиться самыми глубокими переживаниями, может навредить мне. Может, сделать со мной то, что Флаттершай сделала со своим вороном. Второй раз за день мне стало дурно. Я закрыла голову крыльями и глубоко задышала. Паутина загудела под ногами Рэрити. Толщины шелковых нитей хватало, чтобы они вибрировали, как струны скрипки, наполняя комнату тихим мелодичным звучанием. Концерт одного паука. Я бы назвала это прекрасным, не зная, что именно служило инструментом. Рэрити слезла с паутины, со стуком когтей по деревянному полу. Ее передние ноги, по-прежнему как у пони, по-прежнему с копытами, обхватили меня в крепком объятии. И так мы и сидели. Она держала меня, а я захлебывалась слезами. Когда мои рыдания наконец прекратились, я заговорила. Извини, просто последние несколько дней... Несколько недель. Выдались очень тяжелыми. Меняться всегда тяжело. Она пригладила мою разлохматившуюся гриву. Знай, что я всегда буду рядом. Какие бы изменения ни произошли, мы навсегда останемся друзьями. Правда? Сглотнула я. Тогда сделаешь ли ты ради друга кое-что, что делать не хочешь? Естественно. Без промедления ответила она, будто у нее и в мыслях не было отказать. Что тебе нужно? Приходи вечером в замок. Помоги мне использовать элементы, чтобы исправить все это. Даже дискорд считает, что зашел слишком далеко. А после... После мы поговорим об изменениях. Обсудим, быть может, как помочь пони осуществить их грезы без угрозы чему бы то ни было. И чтобы при этом они оставались пони. Она уставилась на меня. Я поняла, что она больше не может моргать. Я... Прошу тебя, Рэрити. Если ты и впрямь дорожишь нашей дружбой, помоги мне. Что ж... Она отвернулась. А меньшим ты никогда не просила, да? Если бы существовал другой способ, я бы выбрала его. Она отошла и вновь залезла на паутину, вернувшись на прежнее место над столом в центре комнаты. Возможно, все это было лишь сном. До чего же печально будет проснуться? Печально, да. Но пони не могут жить лишь одними грезами. Ты поможешь? Помогу. Ради тебя. Вздохнула Рэрити. Паутина загудела с ней в унисон. Потянувшись вниз, она достала из-под себя коробку для одежды. Передашь ее, Трикси? Я взяла коробку магии. Она оказалась тяжелее, чем я думала. Обычная одежда такой тяжелой быть не могла. Наверное, все из-за золотой вышивки и самоцветов. Я подавила желание открыть коробку и заглянуть внутрь. Ты же говорила, что не закончила. Рэрити отмахнулась. Теперь это не важно. Только отдай до того, как мы используем элементы. Трикси наверняка захочет получить его. Что ж, это я могу. Я положила коробку себе на спину. Спасибо, Рэрити, за все. Когда это кончится, я обещаю, что буду тебе подругой еще лучше, чем прежде. Она улыбнулась. Ты себя недооцениваешь, дорогая. А теперь иди домой и поспи, хорошо? Ты выглядишь уставшей. И то верно. Я чувствовала себя не просто уставшей, а выжатой досуха чуть ли не буквально. Долго рассказывать. Если увидишь остальных, поможешь передать им, чтобы они тоже пришли. Чем больше элементов будет, тем лучше. К тому же я сомневаюсь, что Эпплджек явится. Но постараюсь. Она подняла ногами одновременно ножницы, катушку, умерную ленту и рулон ткани. И не сбрасывай пока со счетов Эпплджек. Она тоже по-прежнему твоя подруга. Что-то с трудом верится. Хотя кто я такая, чтобы судить? Всего лишь принцесса дружбы. Интересно, значит ли мой титул сейчас хоть что-то? Размышляя над этим, я вышла под ослепительно яркое солнце. Субтитры сделал DimaTorzok